Добрый вечер, друзья! В эфире программа «Юг». Это значит, что в течение 45 минут у вас будет возможность узнать, какие новости были главными на юге нашей области, а точнее в столице южных провинций области, в городе Магнитогорске. Сегодня в программе интервью главы администрации города Виктора Аникушина, рассказ о новом производстве ОММК «Видеочерк Трасса», в данном случае «Горнолыжная». А начнем мы программу с хроники. В Магнитогорской администрации начал свою работу оргкомитет по борьбе с наркоманией. В него вошли, кроме муниципальных чиновников, из гуманитарного управления, спорткомитета, центра общественных связей, врачи-наркологи и аниматологи, работники милиции, таможенной службы. Комитет поставил перед собой задачу – средства, выделенные из небогатого городского бюджета, использовать не только для лечения подростков и молодежи Магнитогорска от этой страшной болезни, но и на широкую профилактическую работу. Она включает в себя более активные занятия спортом, а главное – создание нравственных ориентиров, утраченных молодежи за последнее время. – Сломать проще всего. Сломать проще всего. Очернить – это как дважды два. А вот очернить и не дать ничего взамен – вот это проблема общества. И на мой взгляд, общество большую ошибку допустило, что перечеркнуло свое старшее поколение. Мы их перечеркнули, наших отцов, дедов, сказали, что вы жили не так, что вообще не для того вы жили, то есть ориентиры были у вас другие, а сегодня мы еще им дали какой минус – отсутствие пенсии и так далее. То есть дважды ударили наше старшее поколение. Так вот мы теперь с вами, вот наше поколение, должны будем терпеть сами, а еще нам достанется от того поколения. – То есть бугерангом бьет по нас? – Обязательно ударит, обязательно. Поэтому как можно настойчивее, настойчивее надо вводить, на мой взгляд, в обществе общечеловеческие христианские ценности. – Из Мосса хорошая сметана. – Вы пробовали Моссовскую? – Моссовская из машины пробовала. Отличная. – Как торговля идет? – Очень хорошо. Берут хорошо. – Да? – Да. – Сейчас будет пол второго, уже продукции нет. – Да? – Берут хорошо, да? – Берут очень хорошо. – Первый товар Мосса уходит. – А почему? – Более используется, просто. – Вы сами молоко едете? – Да. – Предпочитаете, какое? – Моссовская. – Вот так оценивают магнитогорцы продукцию нового молочного завода, построенного на деньги металлургов, в молочно-овощном сельском хозяйстве, сокращенно Мосс. Заводу, оборудование для которого закуплено в Голландии уже два года, но к началу нынешней зимовки, скота, здесь сумели подготовиться основательно. Пущены в строй несколько новых коровников, обновлены дойные гурты. – Такой комплекс – это мечта любого зоотехника. Тут все для нормальной работы, все условия. – Сколько времени затратится для того, чтобы получить молоко на ферме, довезти его до молочного завода? – Ну, в течение полчаса где-то так примерно обходится. Перевозка плюс закачка и дойк минут 15-20 где-то идет. Вот, новотельных коров в основном доем, так что времени много не затрачется на дойк. Ну, где-то так вот, 30-35 минут. – 30 тонн продукции, 10 наименований в сутки способен произвести завод. Но это в сезон большого молока, летом. Нынче же предприятие работает на половину проектной мощности. И лишь 30% чужого молока, полученного от дойных гуртов соседних хозяйств, поступает на завод. – Я не столько не хочу кинуть тень на героических людей, которые работают на гормолокомбинате. Они огромное дело делают, но они имеют дело с обезличенным молоком. Они не знают, что кушала коровка, которая молоко произвела. Вы знаете. Это ваш плюс? – Да, это естественно наш плюс. Но ведь существует система анализов, которые примерно дают представление о качестве молока, которое привозят. Но молоко – такой специфический продукт, который, конечно, очень сложно оценить его качество только по этим пробам, по химическим и биологическим пробам. Конечно, надо бы знать, от какой коровы это молоко получено, состояние здоровья этой коровы, какое стадо в общем, в каких условиях это молоко. Там очень много факторов, влияющих непосредственно на качество. – Какие главные? – Главные, конечно, корма. Главные условия содержания. Условия получения этого молока имеются в доении, транспортировке, первичная переработка. Это очень главные факторы. И мы над этими, я считаю, что полностью нельзя сказать, что решено, но в основном эти факторы у нас на сегодняшний день положительные. Это фрагменты последнего домашнего матча, который провела в Магнитогорске команда Кредо Академия в рамках первенства высшей лиги чемпионата России. Соперником магнитогорских баскодолистов были земляки команда «Уралгрейд» из Перми, перед которой стоит реальная задача перебраться по итогам нынешнего сезона в дивизион А высшей лиги. У Кредо Академии задача более скромная – закрепиться в дивизионе Б, чтобы, набравшись опыта, штурмовать уже в следующем сезоне баскетбольные вершины. В предыдущем туре магнитогорцы сумели дважды обыграть очень сильную и интересную команду «Университет Ижевск». А вот с нынешним соперником справиться не удалось. И причина здесь не только в том, что основу пермской баскетбольной дружины составляют игроки дубля питерского «Спартака» – воспитанники легендарного «Кондрашина». Главную роль здесь сыграли московские судьи, перед которыми, видимо, поставили задачу включить зеленый свет для пермяков на пути в дивизион А. Почему? Вот один из вариантов ответа. «Я думаю, что закручены очень большие деньги со стороны «Урал-Грета». «А чей интерес в главенстве?» «В главенстве в первую очередь интерес нашей национальной сборной, потому что я знаю, что огромную сумму денег «Урал-Грейт» перевел на финансирование нашей национальной сборной. Естественно, отсюда сверху начинается жесткое давление на команд противников «Урал-Грейта». За кулисные игры как были, так и остались? Здесь еще жестче, намного жестче стали, потому что решается выход в следующий дивизион. Мы в этом году сделали хороший дубль с «Ижевском» и дубль с «Тулой дома». Считаю, это успех для команды, особенно две победы над «Ижевском». Ну и потом, будем так говорить, из-за аутсайдеров, а мы действительно на седьмом месте находимся. Мы единственная команда, которая первую и вторую команду обыграла уже и Майкоп, и Тюмень. Так что это уже говорит о силе нашей команды. Больше двух месяцев в Магнитогорске, как, впрочем, и в других городах и районах нашей области, выполняет свои функции вновь избранная исполнительная власть. В следующей программе «Юг» мы подробно расскажем о деятельности депутатов, также избранных городского собрания. А сейчас слово главе администрации Магнитогорска Виктору Аникушину. Некоторое время вы работали назначенным мэром, и вот теперь вы избранный глава администрации. Внутреннее отношение изменило свои обязанности? Ничего не изменилось, как работало раньше, так работало и сейчас. Ну просто, как сказать, наверное, воспитание такое. Поручили работы, назначили работы, выбрали работы. Вы принимали город не из рук своего предшественника, как некоторые избранные главы, а сами у себя. Как бы Вы оценили ситуацию в городе Магнитогорске? Ситуация сложная в городе Магнитогорске, она и была сложной, она и сейчас остается сложной. Так же, как и везде, и по Челябинской области, и в целом по стране. Ну, а продемонстрирую только одним. У нас городской бюджет чуть больше триллиона 250 рабочих дней в году. Ну, поступлений должно быть 4 миллиарда в сутки. А у нас эти поступления, ну, 300, 400, 700 миллионов в сутки. Отсюда задержки по заработной плате учителей, врачей, бюджетников. Ну, как сказать, всегда этот период, и этого года, и 96-го года, и 95-го года, и раньше, он был сложен в вопросах финансирования, потому что начало года сдача балансов до начисления еще не произведена. Ну, в силу объективных причин, сейчас модными стали рождественские каникулы. И, вообще говоря, первые три месяца, они будут очень трудными, очень тяжелыми. Работая с предприятиями, в первую очередь, конечно, надо, мы работаем и выясняем, хочет, не хочет, может, не может. А разорить любое предприятие дважды, два. Сейчас отправили нововую инспекцию, нововую полицию. В ЧК. Все, что надо, не надо, описали предприятие, остановили. И что получили? Получили остановленное предприятие, получили определенное количество безработных, потеряли потенциального налогоплательщика. И потом только раз осталось развести руками, что делать дальше. Поэтому, в любом случае, интересы предприятия, наравне с интересами города, обязаны учитываться. И мы их учитываем. В Магнитогорске остановлено по причине аварийного состояния движение по одной из главных транспортных магистралей города, центральному переходу. Он соединяет два берега реки Урал. И сейчас, для того, чтобы добраться до места работы, в левобережную часть города, где сосредоточены главные предприятия, металлургический комбинат, метизм, калибровочные и другие заводы, Магнитогорцы вынуждены ездить в обход по южному и северному переходам, а также по новому мосту с поэтическим названием «Казачья переправа», где пока не пущено трамвайное движение. После того, как я сам побывал под мостом, после того, как я сам все увидел, и хотя мы на сегодняшний день не готовы к ремонту, к реконструкции моста, я вынужден был принять решение его закрыть, дабы там не нажить беды. Может быть, может быть, так сказать, до середины марта, и ничего бы не произошло. Но я не мог рисковать людьми. Поэтому закрыли. И сейчас есть неудобства, есть перегружен наш южный переход, перегружен северный переход, но любой бы на моем месте принял такое решение. Я поставил в известность Петра Ивановича Сумина, чтобы был вынужден принять такое решение. Ну и, вообще говоря, получил добро, что источники финансирования для проведения моста в порядок будут выделены. Мосты отряд готовит, составляет сейчас техническую документацию проекта производства работы. Начнем делать. Весной, как только Паводок позволит использовать водолазов, тщательно будет исследована подводная часть опор моста. Вместе с заменой несущих плит трамвайного полотна не только на мосту, но и на дамбах. Вся эта работа в комплексе потребует больших сил и средств от магнитогорских и областных муниципальных властей. Тем не менее, центральный переход магнитки решено открыть для эксплуатации уже в октябре этого года. Мы сейчас довольно плотно работаем с областью на предмет утверждения титульного списка строительств. Мы опубликовали перечень дорог, которые в этом году должны быть построены. Это будет. Мы работаем с областью над тем, чтобы всеми видами финансирования, там и эксперименты в смысле организационного плана, и технические эксперименты, выйти где-то на 91 тысячу квадратных метров жилья по воду. Мы, к сожалению, не смогли в полном объеме довести до ума аэропорт. Мы полосу сделали, собственно. Мы заключили с фирмой «Полёт Челябинской» на обновление и по высоким международным стандартам аэроинвигационного оборудования. Ту программу, которую мы когда-то доводили до горожан по медицинскому строительству, она вся остаётся. Она в области принята. На Магнитогорском металлургическом комбинате создан пятый передел. Перед металлургами стоит задача максимально снизить выпуск продукции, которой бы требовалась дополнительная обработка. Нет, конечно же, металлурги выполняют свои обязательства перед заказчиком, выпускают и белую жесть, и автолист, и сортовой прокат. Но новый передел должен максимально увеличить выпуск готовой продукции. Весь этот комплекс зданий называется цехом конвертерных огнеупоров. Ещё три года назад отсюда должен был выйти первый огнеупорный кирпич и первая тонна торквет-массы для свода магнитогорских конверторов. Идея эта не воплощена в жизнь потому, что для её реализации необходимы 200 миллионов долларов, которых у комбината сегодня нет. Огнеупор вынуждены сегодня покупать за валюту в Ягославии. А собственное производство заморожено до лучших времён. И пока эти времена не наступили, пустующие промплощадки решено было занять для организации производства смесительно-запорной арматуры. Совместно со знаменитой итальянской фирмой Монета. Сегодня найти оборотный капитал в России, понимаете, это как раз очень большая удача, если удастся. А в Милане? Нет, в Милане проще, понимаете. В Милане никто не боится, чтобы вдруг его замораживают, понимаете, или вдруг на него какие-то неожиданные налоги, сверхъестественные, понимаете. И поэтому я в Милане мог бы запросто найти оборонный капитал. Но дело в том, что мои акционеры, не знаю почему, может быть, они плохие, но из Милана мне не разрешают его въезти в Магнитогорск. Еще 17 апреля прошлого года через крышу этого уютного ныне помещения можно было увидеть небо, а сбоку даже линию горизонта, потому что одной из торцевых стен здесь просто не существовало. Работу по организации этого производства взвалил на свои плечи Геннадий Георгиевич Чугунников, пришедший сюда с поста заместителя генерального директора комбината. Кстати, после пуска этого цеха он принялся за реализацию новой смелой идеи производства керамической плитки. А смелость ее и новизна в том, что новое дело создается без привлечения средств с предприятия и федерального бюджета. У вас дома какой стоит кран? Кран стоит, когда мы только заключили контракт, и с первой командировки я привез краны, установил. Из Италии? Из Италии. Именно с той фирмы, которая является нашим технологическим партнером. По чьей технологии, именно технологии, мы производим наши краны. У меня он стоит два года уже. Человек, он стремится жить лучше, любой человек. Наши краны будут дешевле. Наши краны будут дешевле. Потом преимущество наших кранов в том, что в случае, даже если кран выйдет из строя, всегда можно найти запасные части. То есть мы можем потом комплектовать и поставлять, скажем, в наши жилищно-эксплуатационные конторы запасные части, дополнительные прокладки, какие-то сменные элементы, что не делается за границей. Потому что там каждый кран с каждой фирмой, он не имеет аналогов. Каждая фирма делает полностью от начала до конца все свое. Очень низкая степень унифицирования. То наши краны будут иметь запасные части для наших. А может, там и не нужны запасные части? Он поставил, он вечно работает, всю жизнь. Ну, вечно. Мы, конечно, хотим, чтобы наш кран 50 лет работал. Но дело в том, что кран – это так же, как мебель, как одежда. Это дань моде. Нельзя так подходить, как мы подходили все 70 лет, что поставили кран и вот меняем там прокладку. Вроде он закрывает, функционально работает. О том, какой у него дизайн, красивый он или некрасивый, это никого не волнует. Это неправильно. Кран, он так же должен быть, как одежда. Делаешь ремонт, меняешь интерьер. Экран-смеситель надо заменить там через 5-10 лет, чтобы он подходил к интерьеру. Ориентировочная цена нашего крана – 200-250 тысяч рублей. Сколько стоит такой же в магазине, но и заграничный? Самый дешевый заграничный кран такого уровня стоит 500 тысяч рублей. На чем вы собираетесь строить бизнес? На разный цен? Понимаете, мы с вами ведем разговор о производстве. Здесь не столько мы заинтересованы в том, чтобы был у нас большой какой-то прибыльный бизнес, сколько в том, чтобы это было хорошее предприятие, на котором было бы приятно работать, на котором люди получали хорошую заработную плату. Я слышал, что не произведя еще продукцию эту в полном объеме, вы уже договорились о том, кому ее можно продать. Это на самом деле москвичи? Да, мы посетили один из московских заводов ЖБИ, который как раз-таки сейчас строит жилье, комплектует жилье с сантехническими кабинами для того, чтобы жилье было на европейском уровне. То есть они готовят сантехническую кабину, не просто в нашем понимании, как у нас поставляют просто железобетонную заготовку, а это сантехкабина, которая сразу обклеена изнутри, облицована хорошей керамической плиткой, установлена хорошая сантехника, установлены хорошие краны-смесители, установлена красивая дверь. Все это упаковывается в целлофановую упаковку и везется на стройку. Сколько они у вас купят? Они делают 25 тысяч таких сантехкабин в год. То есть если это считать, то это третья часть от нашего производства. Мы в год производим, должны производить, выйдя на проектную мощь, 75 тысяч. В сутки? В сутки тысячу кранов-смесителей. То есть на три месяца они вам проблемы все решили? На три месяца они нам все проблемы решили. А в деньгах сколько? В деньгах это получается порядка 12,5 миллиардов рублей. Ласкающая слух имя Маурита, которым названо новое предприятие, составлено из вполне прозаических слов. Магнитогорск, Урал, Италия. Кстати, итальянские специалисты здесь дорабатывают последние денечки. И некоторым из них расставаться с магниткой будет тяжело еще и потому, что сумели по достоинству оценить душевность россиян и россиянок. Я лучше говорю по-английски, чем по-русски. Откуда русский язык такой хороший? Я учился в Милане. Моя учительница из Санкт-Петербурга, она вышла замужем итальянцем. И вечером, ну после работы там, она меня научила русскому языку. Здесь мы там наладим установку по производству водосмесительной арматуры, но как вы уже знаете. За полгода пребывания в Магнитогорске сколько раз вы съездили домой? Да. Ни разу что ли? Ни разу, да. Ни разу? Ни разу, да. Соскучились по родине? Может быть, да. А как по-итальянски родина? Патрио? Это Патрио. А. Ну а главный вопрос, который волнует, безусловно, всех, кто может стать покупателем этой продукции, мы поставили на конец сюжета. Итак, смогут ли эти красивые краны-смесители конкурировать с западной продукцией не только по дизайну, но и по качеству? Когда вы говорите, что ваша запорная арматура, на я имею в виду краны и смесители, не уступает по качеству европейской, вы на самом донышке души не лукавите? Нет. Потому что у нас есть лаборатория функциональных испытаний этих кранов-смесителей, и каждая партия, которая будет производиться, будет проходить вот эти функциональные испытания. И сейчас уже показывают, что наши краны-смесители даже превосходят те параметры, которые закладывались итальянскими партнерами. Скажем, если итальянский партнер закладывал полное разрушение исполнительного механизма крана-смесителя в 32 атмосферы, то наш кран-смеситель разрушился при 40 атмосферах. То есть я могу сказать, что наш кран нисколько не уступает, может быть, даже будет более долговечный. А сейчас я хочу, чтобы вы минут на 10 отвлеклись от проблем экономики или семейно-бытовых вопросов, и отправились вместе с нами в Абзаково. Это примерно в часе езды от Магнитогорска в горах Башкирии. Здесь создан новый горнолыжный комплекс. Еще летом мы взяли под видеоконтроль все работы по реконструкции этого комплекса. И вот зимой, досняв последние кадры, материал объединили, и у нас получился видеоочерк «Трасса». Тысячи магнитогорцев с семьями приезжают сейчас на выходные дни в Абзаково. Новый подъемник, пропускная способность которого огромная, позволяет одновременно спускаться с вершины по нескольким трассам. С лалом, скоростной спуск, с лалом гигант, костюмы, снаряжение, лыжи. Все это можно получить в пункте проката. В кафе, ресторан, комнате отдыха, в домиках возле трассы, а также в городском комплексе. Все это уже позволило макнитогорцам максимально ощутить такое понятие, как «иное качество жизни». Если вы думаете, что этот горнолыжный курорт стал местом притяжения для так называемых «новых русских», скорее всего, вы ошибаетесь. Русские «новориши» предпочитают Альпы, Майами, Танары. Здесь, на трассе, мы встретили людей, ну, скажем так, со средним достатком. Если державе удастся выбраться из экономического кризиса, а это обязательно случится, то таких людей станет все больше и больше, и тогда эта очередь подъемника будет несколько раз кинем. А сейчас я вас приглашаю в август прошлого года. Это горы Абзакова, территория Братской Башки. По прямой отсюда дома клубки не больше 40 километров. Тот, кто наблюдал красоты Дамбая или Брежбрусья, согласится со мной, ледников не хватает, а так тычка в тык. Ну, а кто привык завтракать на берегу Женевского озера, скажет, вторая Швейцария, а может быть, первая? Я принесу глубочайшие извинения, друзья, за отрязку кадра, но снимаем этот репортаж в необычных условиях. Мы поднимаемся на горнолыжную трассу, на самый ее верх, при помощи мощного Урала, и мы поднимаемся уже около 8,5 минут. А поднимаемся по будущей трассе с лалома-гиганта, по которой горнолыжник будет мчаться, ну, считанные секунды. О том, что женщин нужно беречь, тем более таких, как Елена Аркадьевна, в прошлом превосходная горнолыжница, мы знали всегда. И потому во время подъема рассказывать об особенностях трассы она могла только из кабины Урала, где нас с вами не было. Зато на обдуваемой всеми ветрами вершине горы Шайтан мы душу отвели. Как здесь будет трасс конкретных на главную сторону? В этом году будет у нас 4 трассы. С лалом, с лалом-гигант и скоростной спуск. И трасса с лалома новая у нас около детских дач. Там, в принципе, будет не детский, а будет типа стадиона. Будет освещение. Люди могут кататься в темное время суток. Около дом отдыха, рядом очень удобно. В том, что мы с вами увидимся будущей зимой, у меня сомнений нет. А как прошла та зима? Та зима прошла очень хорошо. Народа было очень много, желающих. На лыжи поставили очень много. Заработали? Ну как, немножко есть, но больше держались на энтузиазме. Тянуть людей полюбили, чтобы горные лыжи. Как-то могли войти на наши проблемы. И помочь, кто как может. И научить людей. Каталось очень много детей. Сначала приезжали мужья, привозили жен, потом детей, родственников. И получились, выезжали, стали семьями. Гора Шайтан мне, как и многим магнитогорцам, известна с начала 70-х годов. Владимир и Николай Новиковы, один из которых мастер спорта, стали первооткрывателями этой горнолыжной трассы. Несмотря на феноменальные природные условия, скоростной спуск с этих склонов шел в велотекущем режиме. И хотя горячим энтузиазмом местных горнолыжников можно было бы растопить окрестные снега, ничего у них не получалось. Не было денег. Кто высек искру, из-за которой горнолыжный огонь охватил тело инженерного корпуса АО ММК, сейчас никто и не помнит. Трассовый бум начался два года назад. Вот его результаты. Доставка будет другим видом транспорта. Каким? Воздушным? Да, в основном, скорее всего, воздушный будет вид транспорта, то есть вертолет. Да какая отметка? На кой высоте она? Она находится, если не изменяет память, на 360 метров. По уровню комфорта и природным условиям, а здесь применимо такое понятие, как перепад высот, и он в Абзаково превосходный, комплекс должен стать лучшим уральском регионе. И потому уже со следующего года здесь решено зарабатывать нормальные деньги, чтобы частично окупить затраты и содержать себя. Трехэтажная гостиница, прокат на 400 комплектов горнолыжного снаряжения, рестораны, бары, кафе, регулярный транспорт. Все это должно привлечь внимание не только южноуральцев, но и тех, кому пограничный шлагбаум отрезал дорогу на горнолыжные курорты. Но все это возможно только в том случае, если в организме горнолыжного комплекса будет нормально работать система кровообращения, где сердцем является подъемник. Миро, Миро, Озвиса. Он на горе, да, Миро, сейчас? Да, он поднимается на монтаж седьмой опоры. Так, сколько времени у вас осталось сегодня? Ну, световой день до конца будем работать. Шесть опор, сегодня и финиш, да? Финиш с монтажом мы заканчиваем. Опор. Приступаем к сборке верхней и нижней станции монтажа. Какие-то были неожиданности для вас? В смысле погоды, там, климата? Да, сложности уже осень. Постоянно идет дождь. Окна те, что остаются, вот используем для монтажа. То есть ветра, туманы мешали сильно? Да, очень сильно. Все, Миро вышел. Миро, почувам тебя. Мой шоворит. Миро, пришла русская телевизия. Чи можешь по-русски с ними уробить интервью то есть веселачку, либо эту телевизию. Ну ладно, Милан, есть такая поговорка русская, если гора не идет к Магомету, то мы пойдем в гору сами. За то время, пока мы идем в гору, для того, чтобы повстречаться с прекрасно говорящим по-русски мира, у вас есть возможность увидеть, что уже сделано. Вот об этих шести последних опорах для подъемника горнолыжного комплекса и шла речь в нашем разговоре. Похожие на гаубицы, весом каждое по полторы тонны, они должны были уже к вечеру стоять на фундаментах. И хотя расчетное время на установку каждой опоры предполагало всего 20-30 минут работы, все графики перечеркнула погода. В субботу, 21 сентября, летчики уфимского авиаотряда башкирских авиалиний смогли установить только 12 опор. До обеда в горах стоял плотный туман. А в воскресенье, когда на объект приехала наша съемочная группа, сильной помехой стал дождь со снегом. Последние опоры ставились в конце трассы, вблизи от надежных станций. Но это вовсе не означало, что монтажникам и земным, и воздушным было легче работать. Напротив, на вершине ветер был меньше, а здесь в просеке он гулял, как в аэродинамической трубе. Считанные секунды предоставлены были монтажникам для того, чтобы успеть наживить опору на анкерные болты. И все это на свирепом ветру, буквально сбивающем с ног. Предвосхищая закономерный вопрос, а кому сегодня нужен этот комплекс, тогда как жизнь дорожает, и не до спорта, тем более такого элитного, как горнолызм? Отвечу сразу. Во-первых, во всем мире. Десятки тысяч монтогорцев здесь в прошлую зиму яркое тому подтверждение. А во-вторых, каждый рубль, вложенный сюда сегодня, даст колоссальную прибыль завтра, тогда экономический кризис закончится, и мы, наконец-то, научимся нормальным отбором. А этот комплекс должен стать по перепаду высот и сервису лучшим в нашем регионе. Да, конечно же, услуги вертолета сегодня стоят очень дорого, но и металл, который был продан уфимскому авиапредприятию, пошел по очень высокой цене. Так что экономить деньги на Митогорском комбинате умеет, как и работать на перспективе. Впрочем, мы отвлеклись, и за время, затраченное на это финансово-лирическое отступление, была установлена последняя в этом шестовом авиапредприятии. Она же была в последнем числе двадцати двух, которые протянулись вдоль линии будущего подъемника. Поздравления под возрастом о нерушимой русско-словарской дружбе закончились, и мы смогли более подробно поговорить с симпатичным молодым человеком по имени Мирослав. Мирослав, может быть, надо было пойти в музыку, а не в строителя? Ну, лучше бы было на музыке, чем с детства. Стал динжировать? Чуть-чуть устал. Вся твоя жизнь прошла в горах, так, рабочая, сознательная? Ну, я эту работу занимаюсь десятый год. Наши горы самые красивые? Уральские. Ну, уральские горы. Да, для катающихся на лыжах хорошие. Работы еще много, но я думаю, что по контракту успеваем. И они успели. И наши, словацкие, друзья-партнеры, и магнитогорские специалисты. Уже 15 октября натяжные станции подъемника были опробованы в рабочем режиме. Люди ждали большого снега, но, как вы помните, снег пошел в прошлом году, только в декабре. А вот после первого октябрьского снега, во время которого шел монтаж опор, прошло немало времени, прежде чем ущелья и склоны, горы Шайтан, оказались под надежным белым покрывалом. Горнолыжная фиеста в воскресенье и в субботу, когда трасса заполняется трудящимися комбината, не заканчивается и в будние дни. Сюда приходят люди из близлежащих домов отдыха, проводят занятия горнолыжная школа. А по слухам, сюда собирается на днях заглянуть представитель национальной сборной России, потому что здесь сборы провести гораздо дешевле, чем в оказавшихся в зарубежье Карпатских трассах, Бакуриане, Цахнадзоре и Личигете. Это, наверное, неплохо, что наряду с сильными школами горнолыжного спорта в Аше и в Миньяре наша область набирает силы еще одна в Минькопорске. Пожелаем КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ